Всем ребят, привет! Сегодня будет интересное видео, на котором будет и дорожная компания, приедут гости и будем копать в этой местности. Хочу вам сказать заранее, я увезу домой больше тысячи монет. А откуда у меня взялись, вы увидите в этом видео. Так что приятного вам просмотра. Всем ребят, привет! Начинаю наконец-то свой видеоролик. Именно с вечера мы уже немножко покопали. Сегодня отмечаем день пограничника. Собрались у нас небольшая компания. К сожалению, всех указать не могу, потому что многие у нас уже уехали. Уехали у нас Михалыч, Диман Стольятти, Диман Юданов, затем Бамбл Александр Петров, затем у нас уехали. В общем, много людей уехали и остались вот с ночевкой только вот узкий круг людей. И вот сейчас я только, ребят, начинаю свой видеосюжетик. С того, что у нас сейчас дружно, организованно делают ужин. Ужин именно плов. Плов будет шикарный. Я у всех засниму мнение. У нас сегодня многие новые. У нас Евгений. Привет, привет! Приехал с нами познакомиться. В конце копа я спрошу его мнение, как ему наше мероприятие. Надеюсь, ему понравится. Дальше, ребята, у нас еще один человечек, которого вы многие знаете. Да не ты, Борода, иди отсюда. Вот. Бороду вы знаете. У нас вот Паша. Паша. Паша Колпаков, который вы, наверное, знаете в чате. Вот. И он у нас впервые на экранах появится. Также Паша взял еще одна комрада. Представляйся. Кирилл. Кирилл. У него уже находки. Ребята, вы уже в ближайшее время увидите, как он ботнул пятак. Низкопрофильный, шикарный. Печально. Затем у нас сегодня новая член нашей команды. Член, да, можно тебя так назвать? Член нашей команды. Член можно назвать Слава. Член. И это у нас Ирина. Вы ее сегодня увидите, услышите, потому что это наша эстрадная певица. Мой молодой, мой вечный уныдец. Над миром нас ликует светлый май. Который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Если не ошибаюсь, Ирина Дик, да? Ирина Дик. Если интересно, можете в ютубе загуглить и послушать ее живой голос. Ну и, естественно, Костян, как бы уже постоянный наш член, да? Член постоянный. Иришка тоже член, да? Ребята, и готовят, в принципе, вот. Все у нас настоящее. Мясо. Кусочками. Такое. Да, вкусняшка, ешкин кот. Да, сейчас супер-супер. Представляете, ультауна морковка, морковка и лучок. Знаете, кто это чистил? Вот этот борода. Серега даже сказал, засними меня, как я лук чищу, чтобы жена у меня увидала. Я ничего не чистила. Ребята, не успел заснять. Это он все почистил. Так что супруга, которая сейчас его смотрит, он умеет чистить, заставляя его чистить. Так что обленился, только любит пожрать. Так что, ребята, продолжаем видеосюжетик. В принципе, у нас находки есть, но вы чуть позже увидите. У меня уже серебрухи есть, у меня уже все-все-все. Но вот эти вот два бородача, ну ладно, один пока бородача, да? Второго бородача. Слушай, в Казани вообще, походу, лезвия дорогие. Лезвия? Почему? Че это? Да-да-да, побриться там сложно, да? Ну да, одни бородачи, да, одни бородачи, ребят, приехали. Ой, дерьмо, это больно. У нас только иришка такая гладкая, чисто выбритая, а в основном все остальные вот бородатые. Даже... Ну ладно, ребят, в принципе, вступление сделал. Чуть позже мне немножко подарков здесь привезли. Вот, в частности, Паша мне решил сделать подарочек небольшой. Вот, потом Атом Копа мне тоже подарок сделал, но на видео я обязан запечатлеть это, потому что в скором будущем мы планируем закопать клад. Ну и Атом Копа привез немножко монет. По тонкам. Немножко, да, по тонкам. То есть там несколько килограмм монет, и в ближайшее время мы этот клад будем закапывать. Очень-очень... Там много монет. Ну много. Все же тоже монет привезли. Заделаем, тогда что-то кошелек сделаем. Так что кладуха скоро у нас будет, как я и обещал. Слово держу, клад будет. Надеюсь, потомки когда-нибудь откопают. Ну а в целом, что, интересное что-нибудь появится, я, конечно же, буду снимать. Так что смотрим, будет интересно. Если первый раз на моем канале, подписываемся. У нас интересно, настоящие копы. Кладов нету, золота нету, но как есть. Процесс приготовления там идет. И здесь шуршат, и здесь шуршат. Аж два человека... Три человека, ребята, шуршат. Да, здесь. Один шуршит, второй шуршит, третий шуршит. О, смотрите там. Красота. Охатка дроса, плов готов. Да, и плов готов. И там тоже у нас, тоже. Научиться потом начать. Вот, видите, шеф-повар сидит, командует. А Паша с Казани. Пытается. Солом-то режет. А Сережа вон, чистоплю. Ручки моет. Ну, в принципе, что-то похоже. Ты же мясо трогал. Мясо строго было. Сырое такое хорошее мясо. Вот. Ты понял, что надо рукой держать, пальчиком? Не так, а надо пальчики подгибать, ешкин кот. Нет. Да. Вообще руки... Вот, он понял. Паша, хорош жрать, Паша. Смотри, борода какая. Сейчас, короче, когда вон тебе бутылки. Грязная. Мы дойдем до этого, до черного ворона. Сережа, хорош пить, Сережа. Соль, соль, соль. Соль, соль, соль. Жень, хорош готовить. Жень, соль надо. Хорош жрать, Жень. Соль давай. Кирюх, хорош курить, Кирюх. Блин, ну так получается. Костяночек, хорош играть. Это Костяк. Ириш, хорош пить. Хорош пить. Ну что, пьем или копаем? Пьем. И пьем, и пьем, и копаем. Или копаем. Копаем, и пьем. Копаем, и пьем. Пьем или копаем? Этот... Пьем, копаем. Нет, нет, этот... Ребята, Серега в группу там скидывает. Завидуйте, ребята, завидуйте, кто не приехал к нам. Вон там. Молодцы. Молодцы. Красота. Готовится к плову. Вкуснятина. У меня уже, я не знаю, желудок сосет. Уже два часа жду, когда же плов, сука, приготовится. Слышь вину, разливай давай. Серый. Я загружаю, ребята. Разливай. В поиск 63 загружаю видео новое. Там уже вон лайки у нас пошли. Угорают там, да, на нашем видео, да? Красавцы. Сейчас, давай. Загружай новое видос. Ребята, Паша, Паша, Паша Колпаков. Паша Колпаков в чате у нас активный участник. Так что вот так вот, ребят. Вот так вот у нас Паша выглядит. Теперь вы знаете, выгляжу как я. Да, как он выглядит. А вон его автомобиль стоит. Копа-мобиль. Целый настоящий танк. Разливай борода. Где татарская водка? Татарская водка? Нет, и что, это бред, помню. Давай на цвету беленькой. Да, вот. Это не реклама. Это не реклама. Жизнь начнется без обралов, Сундуков и генералов, Демобилизация. Жизнь начнется без обралов, Сундуков и генералов, Демобилизация. Ириш. Да? Я приеду, Сибирьскую реку, Демобилизация. Лайк, лайк, вот Женин лайк, Ёшкин кот. Ну, а Сережа, Сережа, как всегда, С твоим другом. С каким? Раз, два, три, четыре, Шесть. Пять. Шесть, сегодня шесть. Кто пьет, шесть. Да, да ты просто начал играть. Считай получше. Сереж, скажи пару слов. Каких тебе пару слов? Ну, у тебя там что-то это... У меня уже лайки там присылают. Присылают лайки, да. Сереж, что там отвечает? Что там говорят? Не знаю, сейчас посмотрим. Да, ребята, К сожалению, вас тут нету. У нас тут компания дружная. Дружная компания И кайфуют все, ребята. А сейчас, Чуть позже, Будем кушать Плов, ребята. Плов вкуснейший. И он, смотрите, Парится, варится, Шипит, фурчит, Блин. Ааа, какая вкусняшка будет, а? Ай-яй-яй. Че там, Сереж, говорят? Пока ничего еще не загрузилось даже. Здесь интернет сам. Да? Плоховато. Мужка, это сразу, Интересно, Классно. Реж, Как тебе одной В мужской компании? Да, вы знаете. Так и говори. Я пока что еще не поняла, Но я так думаю, Что все мужчины там, Как бы... Надо поправить. Нет. Все мужчины, Не знаю, Все мужчины Вообще молодцы. Ну, а я Привыкаю пока что. Привыкаешь? Все бородачисты, Сука, а? Нет. Вот все, Вот борода, ребята. Борода. Борода. Вот смотрите. Борода. Борода. Можно еще раз сказать? А где у нас в очках борода? Поссать ушел, да? Устрылся. Короче, Кругом борода. Что, Ириш, Хочешь сказать про бороды? А? Ну, Зачем только это грубо? Борода. Мы-то 사랑ivo... Да, Я буду за пик. Пии! Ну все поймут, Ну все поймут. Нет. Ну Иришка молодец, Ребята. Все красавчики, Все молодцы. Иришка у нас прям влилась в наше общество, прям вообще классная, так что претензий к ней нету. А обычно у нас, если к девчонке бывает, долго адаптируется, но Иришка прям влилась в компанию, прям за счет, за счет. Так что поехали дальше, ждем плов. Не знаю, я уже, я не знаю. Жень, где Жень? Что это было? Вот еще одна борода, ребята. Борода, знаешь, как тебя назвали сейчас только что? Ир, как ты его назвала? Мой Жень. Нет, ты там что-то про эту. Нет, мой Жень. Под носом что-то сказала. Нет, про эту, эту я сказала. У Женьки такого нету. А, нету Женьки, да? У него особенная борода, она не колет, да? Мягкая. Мягкая, шелковистая, как у... А, жена только... Женька, Женька, Женька спалился, да? Только жена знает, какая у него мягкая, шелковистая. Выбейте ему кружку. Бородачи, да, все, идем к столу, ребят. Это вне эфира. Вне эфира. Итак, ребята, мы до сих пор ждем, когда поспеет наш плов. Но он скоро поспеет. Это однозначно. И пришло время, ребят, подарков. У нас, как вы знаете... Так... Как это, блин, как его? Смешарки, да? Смешарки. Смешарки, да. В общем, ребята, пришло время подарков. И, знаете, я обожаю подарки. И сегодня... В роли Серега мне сейчас вручат подарок, именно, который предоставил Атом Копа. Я вам его обязательно сейчас сниму. Сереж, покажи там чего. Да что ты мне показываешь, еб ты? Ты покажи пакетик, весомый пакетик. Соройте ваши денежки. Это... Это Атом Копа предоставил вот... Сколько здесь серый по весу? Килограмм-полтора. Полтора, ребята, полтора килограмма монет. Я бы здорово, не пойму. Здесь советы РАНИ, советы поздние. В общем, все-все-все, я вам покажу. Даже вплоть до 92-го года. Ну, чуть-чуть попозже. И к нам приехал в гости Паша. Сегодня мой день, потому что Рустик не приехал. И сегодня... Пойдем. Руст не приехал, он тоже пограниц. И Паша решил мне тоже сделать подарочек, именно в честь погранвойск. Смотрите, ребята, это все пойдет... Это все пойдет именно в клад. В клад, который мы в ближайшее время замутим. Несколько килограмм мы закопаем нашим потокным. Ну и Паша, вот этот Паша, меня решил порадовать. Чем порадовать, вы сейчас увидите. Так, давайте Александра поздравим с его праздником. Подарим ему вот такой значок. Это не значок. Это не значок, это уже у нас медаль, да? Да, это и считается, да. Это ранняя, ребята, это ранняя награда. Это именно отличник погранвойск 2-й степени. 2-й степени. Я сам пограничник, у меня имеются такие награды в 3-й и 2-й степени. Но это награда, ребята, это награда. Это ранее, ранее. То есть, когда был Советский Союз. Вот награда, ребята. Вот она, красавица. И я, если честно, очень доволен тому, что вот у меня появилась вот такая вот. Блин, ребята, прямо вот взять, вот сейчас вот приделать, прям классно. Так что, Паша, огромное спасибо, Паша. Спасибо. Поздравим. Поздравим еще раз с праздником. Ну, как говорится, мы знаем, что у Саши есть еще верный друг. Чтобы ему не было обидно. Да, ребята, у меня кинг. Кость. Ребята, кинг у меня перед отъездом отправился на тренировку. У него грядет соревнование именно в Москве. И он у нас отправился на тренировку. Сначала кусачка, потом ринговка, а потом Москва. Но Паша об этом не знал. Но он кингу прислал, принес вкусняху. Но кинга нету. Он мне вкусняху даст сам. Вот такая вот, ребята, кость. Ну, ты только это не съешь, кингу оставь. Блин, как так можно, вот знаете, вкусняха? В голодное время на копе. Да, кинг у меня обожает. Такие вкусняхи, ребята. Но косточка прям классно. Так что, ребята, смотрите. У меня на стримах есть кингу на сосиску. Тоже можете кинга порадовать. Так что, ладно. Ждем. Плов. Ждем. Ооо, ребята. Смотрите, плов в каком состоянии. Блин, сейчас объедимся. Ребята, пускайте слюни. Пускайте слюни. Ну, я, когда сейчас вот разложим по тарелкам, и я каждую физиономию засниму, с каким удовольствием будет хряпать вот это блюдо. Мы готовили Женя, Сережа у нас резал лук. И шеф-повар, шеф-повар. Резал у нас морковку. Паша у нас тоже помогал. Ну и Иришка тоже немножко приложила усилия. То есть она командовала. Она командовала, что, как, зачем и почему. Ну, в итоге посмотрим, насколько вкусный плов по физиономии каждого у нас присутствующего. Ну, ладно. Ждем, ждем плов. Ребят, наконец-то я дождался плова. Смотрите, какой пузяк у меня. Видите, да? Он весь плов съел. Да. Ребят, плов получился удачный. Мясо прожарилось. Плов рассыпчатый. Прям вкусняшка. Я самый первый, кто освободился. Давайте посмотрим на довольные лица Евгений. Жень, что хочешь сказать про плов? Отличный. Отличный. Ириш, Иришка, конечно, у нас и дюймовочка. Порцию не смогла доесть. Но что про плов хочешь сказать, Ириш? Вкусный? Вкусный. Замечательный. Вон у нас Казань доедает до сих пор. Это вторая порция, по-моему, да? Да, вторая. Общими усилиями лучший плов. Кирюха, смотрите, худой, а уминает, как это, толстяк. Паш, ты толстяк давай. Одну порцию съел? Одну. Большую. Большую, да? Очень вкусно. Безумно. Смотрите, как это, смотрите, как мучается Женя. Смотрите, как он мучается. Вкусняшка, да? Запивайся. Серьш, ты чего хочешь сказать про плов? Плов просто готов. Готов? Да. У нас... Да там половина осталась Казана. У нас на завтра, да на утро осталось, да? Если... Он не пропадет. А чего, а чего с ним мыть? А, может быть, и... Просто все встанут, а его нет. Мы выше с двумя ногами уже. Может быть, и этот проснется. Нет, на крыше тоже. Либо и этот проснется, либо и этот, или этот. Заказание надо, гласо-гласо. Татары, они такие хитрые, только мы русские. Татары, они такие, да? Плов любят, да? Он русский. Ты эфиоп, я русский. Да, точно, вот почему он так уплетает, блин. Он же татарин, да? Я чувашин. А, чувашин? Они привезли сало, отвлекающий маневр. Ну, а, сало такое было, ребята. У меня бабушка, да, не. С этого, с украины. Так что, смотрим, да? Стоит, надеюсь, его... На хомарном месте. Надеюсь, никто его не съест. Так что, ладно. Копать не знай. Что-то я брюхо нам накормил. И мне что-то копать ночной шурф не охота, ребят. Не знаю, не знаю. Сера, пойдешь копать? Конечно, пойду. Вот. Если пойдут, то находки будут. Так что, ладно. Ждем, ждем находок. Итак, ребята, доброе утро. Начинается новый день. Кто-то у нас похмеляется, кто-то кофеек принимает на душу. Вчера отметили, в принципе, день погранца классно. И сейчас просто, знаете, за кофейком решили проверить кое-какие тесты насчет кладов. Клад это интересно. Много кому не достаются эти клады. Сейчас я приготовил стопочку медных монет и положил друг на дружку. И давайте посмотрим, много, в принципе, приборов. И какие приборы видят эти клады, а какие нет. Так что, приступаем. Вот, например, стопочка. Стопочка медных монет. Вот она лежит, стопка. Друг на дружке. И давайте посмотрим, приборы какие клады видят, а какие нет. Сейчас у нас веник 800. Ребят, не видят. Краюшка у катушки. Ну, ты все равно такой бы не копал бы. Верно? Ну, в принципе, да. Ну, смотрите, сигнала нету. ВДИ немножко что-то выдает, но ВДИ безобразный. Костян, ты копал такой сигнал когда-нибудь? Сомневаюсь, да? В самом начале копал. Ребята, ну, как показала практика, 800 не видит. Давайте посмотрим, что Паша покажет, Паша. Значит, первым поедем, как-то поставить. Вот видите, Костик пытается какие-то настройки поставить. Ну, не видит. Ну, видите, да? Ну, не видит вообще. Паша, у тебя что за прибор? Выключай. Ребят, сейчас Девус. Откопает у нас клад или нет? Ты поближе. Ну, ты, да. Ну, ты что, катушку-то выпрямишь, как по земле ходи. Во. Блять. Но он может его выцепить. Выцепит? А ты выше подними. Что-то прям впритык. Ну, может он, в принципе. Вот, сигнал есть. В принципе, Девус видит. Видит, да? Что у тебя показывает этот прибор? Копаемый сигнал? А вот показывает, как раз-таки, железо. А ты бы такое бы и не копал, да? По звуку, по звуку я бы засомневался. Да. То есть я такие 99... Вот 98, когда бьет 98, это стопроцентный пятак. 99, это железо, но слыша слишком тонкая. Хорошо, Девусу поставим, конечно же, это. Плюсик, он кладик откопает. Девус возьмет. Теперь у нас, ребята, Фишер 75. Давайте посмотрим. Видишь, катушка где? Выключай свой прибор. Ребята, сейчас будет у нас Фишер 75. Опа, ребята. А старичок? Старичок Фишер 75. Он старый прибор, но он является своей... Самый лучший, потому что он профессиональный. В общем, только что посмотрели. Фишер 75 поднял бы. Теперь АТ-Макс. Гарротовский. С катушкой-снайперкой. Выше подними. Я вкопнул. Со снайперкой, в принципе, ребята, клад можно поднять. Я думаю, я тоже, если снайперку поставлю. Я не сомневаюсь. Веник со снайперкой, да. Я чуйку убаю. Я там нашел уже мой... Все, хорошо, выключай. АТ-Макс, в принципе, клад поймать может. Я тоже приготовил два прибора. Обычная Аська 250-я. 60. Выключай, Жень, выключай. Выключай 60. Аська, ребята. Ну, я думаю, что Аська вообще без проблем. Это потому что прибор номер один, который откапывает самое большое количество кладов. Вы, наверное, статистику эту узнаете. Ребят, короче, Аська, Гартовская 250-я, это самый лучший прибор по поиску кладов. Статистика такая имеется. Ну, почему он является лучшим поисковиком кладов? То, что большое количество новичков ходят и копают они все, что сигналит. Вот, его недаром называют, как говорится, трактор. Дальше давайте посмотрим. Ваниш 540-й. Как вы видите, настройки просто обычные монеты. Больше никаких настроек нет. Сигнал идеальный, ребят. Какой идеальный? Блядь, я вижу по этим, по ВДИ. ПВДИ, ПВДИ, 38, 39, 36. Да, видите? То есть копаемый. Это аналог терки, который пришел в замене 705-й. Ну что, давайте, ребят, еще один старичок. Это добрая терочка. Тебя на закуску оставим. Добрая терочка. 505-й, да, Серый? Вот. Вопрос. О, самый шикарный сигнал. Это как... Смотри, даже не прыгай. Я же на того покажу. Да, терка, ребята, без вопросов такой кладик подымет. Так же, как и хороший был сигнал у Фишера 75-й. Ну и давайте на закуску, на закуску. Серег, ребята, квазар. Квазар, блядь, чуть-чуть всех покажут. Квазар, давай. А вот и хер. Не, 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 подымет, подымет. Это просто уже... Это уже как... Как он называется-то, блин? Повыше, повыше, что ты? Выше. Вот так чистый. Квазар четко поднял. 81-83. Ну да. Многочастотники, если честно, да. Вот, например. Что-то сделаем проще. Простой пример. Да, сделал. А этот самый, Аванич-то пробовали? О, объедет. Классно. А то мне это, я думал, еще Аванич-то распаковывается. Не, 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 я вон только что 500... Только что он 540-м сейчас. Во! О, а теперь что-то сделал Костянуш. 4 килогерца обычно. Да, он отключил просто многочастотность. А, многочастотность, 4 килогерца, ребят, включил. То есть все отключил, поставил. 5 килогерца. Опа. Тоже, видите? Одну частоту надо. Ну и все, да? 10 уже бегает. 15 килогерца. Все. Заикается. Вот так вот, ребят, многочастотник. Чем проще прибор, тем проще находить клады. 20 килогерц не видит. Почему я эксплуатировал? 40 килогерц. 40 килогерц не видит. Вообще не видит. А вот которые все хают, частота 4 килогерца, кто не обновлялся. Идеал. Да, согласен, согласен. Так что, ребята, искать клады, многочастотниками, не так легко, не так уж просто. Со своими настройками супер. Вы его не найдете. А чем проще прибор, как мы показали. У Кирюхи Квазар шикарно видит. Аська шикарно видит. Ваниш шикарно видит. Фишер шикарно видит. И терочка 505 шикарно. А вот веник 800 и... Так, Деус видит тоже хорошо, да? Давайте увеличим еще. В смысле, стопки же? Да. Стопки монет? Да, давай. Ну а смысл? Тоже сам получится. Нет, площадь делать, рядом металл, на металле. Ну, это я не знаю. Это как обычно, да. Ребята, а сейчас мы хотим попробовать настоящий клад. Посмотреть обычные клады, как вот в таких вот стопках. Кое-где разбросанные монеты. В кладах все время так и происходит. Но в основном все стопочки. И вот сейчас здесь более сотни монет. Посмотрим, как они будут у нас сигналить. Вот, это настоящий клад, допустим. И давайте посмотрим тоже по порядку. Сначала 800 и веник. На мультичастоте. Мультичастота. Видит, да? Такое. Все, такой клад, в принципе, он откопает. Давай, выключай. Деус. Деус. Паша. Деус. Ну, на ВДИ ничего нету. Ну, а ты ниже. По звуку, по звуку. 94. Прям стабильно. Все, ребята. Деус тоже плюсик. Он тоже такую клад откопает. Следующий сейчас будет Фишер. Фишер 75. Я честно думал, что... Фишер 75. Клад подымет. А то многие говорят, вот, многие приборы не видят клады. Пока, пока все, которые присутствуют у нас на слете приборы, все видят. Ну, видим, какой-то транс. Видят. Все, Фишер плюсик. Так, давайте посмотрим. Ну, Аська это стопудово увидит. Аська прям без вопросов. Красивый медный сигнал видит. Все, видит, ребята. Аська чемпион. Давайте Фишер. Ой, Фишер Ваниш. Посмотрим. Все, которые приборы здесь были, этот клад видит. А вот что-то не видит, ребята. Не видит. Вот это, да. Вот тебе многочастотник. Многочастотник, да, ребята. Многочастотник не видит. Давайте посмотрим режимчик. Я многочастотник сейчас проверял. Антиквар. Это вот трех, примерно три часа пять. Не видит, ребята. Смотрите. Не видит. Вот это, да. Так что ваниши большие клады не откопают. Ну, ты разные программы. Я тыкую разные программы. Режим железа. Ребята, да. Чистое железо. Видите, да? Все, Ваниш, такой клад не откопает. Стопку монет он видит, а клад не видит. Это, ребята, мультичастотная катушка. Всеми, как говорится, хваленая. По монетам в отдельных случаях она работает шикарно. Но клады не видит. Вот так вот. Саня, а где та стопка? Бля, я машину брал. Ладно, отсюда сейчас стопочку возьмем. А ты Максгард видит. Вот так. Две палочки вот так ребром поставь. Зачем? Чемодан. Зачем? Деревянный, что ли? Ребром поставь чемодан. Такой специальный. А какая разница? Вот так вот. Какая разница? И так он и видит. Не, не, вот там на полку вот так вот. Опаскай, руку убери. Он будет стоять. Он увидит. Чего? Бля, просто держи, да и все. И так он и видит. Что-то. Что так стопка, что так стопка. Что-то. Большой медный сигнал будет. Попосудил. Видит, все хорошо. Чего ты хочешь достать? Ты такие что? Крупные монеты? Побольше стопку сделаешь? И Паша, отвернись, поворачивайся. А там пусто. А там пусто. Блядь, я что зря работа отвлекаетесь. Да, да. Отвлекайте его. Занимайтесь делом. Да, да, да. Я записываю, Паша, не беспокойся. Ничего не пропадет. Ты стопку побольше решил сделать? Нет, я сейчас хочу сделать. А, две стопки? Чтобы были разные сигналы? Те, миши, да. Это и не одинаковые. Вот эти стопки делай, Серега. Серега, ты что делаешь? Ну, это то же самое, как с которым. Типа в горшочке они лучше. Ну, мы-то, ну, вот эти монеты только что в коробке были. Они, типа, здесь разбросаны. Ну, типа, ну, ладно, давайте, пусть с топочками в горшочке. Вот, типа, они вот там. Понял? Все, я тебя понял. Не ломай. Ну, давайте тоже проведем все те же самые приборы. 800-я не видит. Ребят, 800-я не видит. Заикается. Это мультическая. Пока 4 поставь. Ну, 4. Ну, вот, 4-й видит. 4 кгц видит. Ну, вот, ты же не ходишь по полям с одной частотой 4 кгц, верно? Ты, ты, ты включаешь все же эти частоты, верно? Не, я хожу. Ну, я сомневаюсь. Я-то ничего не скачал 4 кгц. Да, вон там в машине. Деус. Слабо и в железо. Да? Давай посмотрим на прибор. У тебя сколько частота стоит? 7. Паш, копаем сигнал, Паш? Не очень. Не очень? Ты бы такой, наверное, и не копал, если бы ходил по полям. Верно? Это как больше. Ребята, Деус. 4 кгц сразу все исправил. Да? Пятак. Ну, ты же не ходишь только на одной частоте, верно? Ты же включаешь все? Нет, 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 нет. Это не мультическая частота. Это не мультическая частота. Это не мультическая частота. У Деуса выбирается частота. Я хожу на 7 кгц. А, ну-ка, включи 7. А теперь буду ходить на 4. Нет, да, походу, дело. Вот это 4 кгц. 4 кгц вообще сказочная частота. Я из-за этого обновления отключил. Я на мульти, я на шурфе только копаю. По полям на 4. Лавина сказочная частота, я имею в виду. А? Ну-ка, давай. А, ну-ка, чешуи нету. Вот это 7 кгц. Чешуи 40 кгц. Ты на ней ходишь, да, все время? Да. И не видит? У меня идет 4. Он видит, как железо. Кусок железа. Да, прерывистый, я такой не копаю. Поняли, ребята? Копайте на слух. Цифры иногда обманывают. Ну, вот терка, ну что, без вопросов. Терка, наверное, видит, блин. Да, хрен. Ну, кусок меди лежит здесь, что? Через половину. И все, 11 кгц. Не видит. 4 кгц, я из-за этого скачаю. Ну, вот терка, видите? Что показывает, что здесь все? Ну, как вы видите, четкий сигнал, 48 кгц. Все, выключай. Без вопросов, плюсик. Фишер 75-й. Ну да. Фишер 75-й. Ребят, Женя, копаемый сигнал, ты покопал такой? 99-98. 99-98. Ну, это как железо, ребята. 98-99 железо, но я вот копаю, как бы, последнее время только на слух. Я... Подожди, подожди. Сейчас я эту другую программу вот эту включу. Она, потому что эта... Такая же, как я... Нет, не копаемый. Я бы не сталкаться. На ниже, ниже катушка. Вообще пропадают. Пропадают, да. Ну, Фишер немножко тоже удивил. Давай это. А ты, Макс? Копаемый, чёткий. Ну, вообще, брат, прям. Даже я не знаю, что показывает, но копал бы. А что по ВД показывает? Скачет, маленький. Скачет, ну, в чернинку, да, бьет? Да, в чернинку бьет. Ну, ты что? Чем, по краю лучше бьет? Вопрос ВДИ, смотри, ВДИ, реминивый труб. Алюминиевый труб? Раскакивает, да. Ну, звук чёткий, да? Да, по звуку копаемый. Всё, вырубай. Давай, квазар. Квазар попробуем. В диапазоне алюминиевого трубки советую. Бедный никель хорошо отличает. Это на бедно-никелевые монеты. Она так же 45,50. Да, не у меня тоже. 94,89. А, у меня батарейка села. У меня же у друга дала. Квазар, ребят, квазар. Квазар, ребят, квазар. Ну, у кого-то, ну, всё. Не, Вулька, накопаемый. Копал бы? Вот так вот. Так бы, может быть, да? Сомнительный, да? Не, не, на залега. А, так нет. Так, сейчас у всех присутствующих спрошу насчёт Аськи. Всё, выключай квазар. Да, увидит всё. Аська, ребята, чемпион наш. Видит всё везде. Да лон, убери пока железо. Да, да, нормально. Ну, Аська. От железной коробки он. Смотрите, как хорошо видно. Смотрите. Ребят, хорошо видно. Ребят, аська, 250. Прогнившая коробка. Да, прогнившая коробка. А с этим железом лучше возьмётся. Вот это бронебойка. А, железку брось. Положай на железку. И на железку тоже. Он что, с железкой, ребята, видит? Класс. И что здесь? Шикарно, да? Паш, он супер железка лучше. Ну, Аська, она, это, как говорится, один сигнал. Это кровля. Вот смотри, он лучше возьмёт с ней. Потому что это кровля. Нет, у меня разделяет. А без железки сейчас... А давай вот так вот, должно быть два раздельных сигнала. Да. А сигнал показывает 1,40. Я тебе прощай говорю. Видишь? Здесь 40. Здесь 40. Надо не гнилую. Гнилая, она всегда в цветнину бьёт. Надо какой-нибудь... Клад старый, железка прогнилала. Да, ну, они обычно в чугунках. Давайте это. Разделение, разделение. Попробуй. Вот так вот, например, клад находится вместе с железкой. Всё, хану что ли? Всё? Нет, не копается. Деус не... Да и даже молчит. Деус не копает, ребята, если клад находится рядом с железом. Вот так вот. Я не хочу представлять, что это. Давайте посмотрим, Аська. Два разделения должно быть. Я знаю, встал. Там же лисковка. Ой. И 4 кГц тоже. Да, видите, размахнули. Чистое железо. Потом, короче, в банку зацеплен. Так что не смотрите на цифры, а на звук. Так, кобор. И что? Ну, короче, есть. Этот самый. Опа-на. Ребята, впервые Аська не видит. Ребята, Аська впервые обосрался. Но он не видит, ребята, клад рядом с железом, он не видит. Все, я прям чувствую, там есть всё. Смотрите. А с проходу не возьмёшь? Да, вот так вот, ребят, он не видит. А вот если вот так вот идёшь, всё видит. Так что, ребят, клад я могу ещё и пропустить с Аськой. Зачётно. Так, хочу проверить, блин, ранее обосравшийся Ваниш. Ну, если он тогда обосрался, я думаю, сейчас он тоже обосрётся. Уже мёска он увидит. Что-то показывает, но я никогда бы такой сигнал не копал бы. Никогда. Ну, вот чистый, копал бы. Видите? Ещё как пойдёшь, кладу, ребят. Так пойдёшь, не найдёшь. Да, нужно поля вдоль и поперёк, ребята. Всегда обходите под 90 градусов. Лучше всего экскаватором. Да, точно. Так, ну что, монет убираем, всё? А, Фишер что-то ещё хочет. Батарейки по третьей стороны. Я, там, батарейки поменял, батарейки. Да, тоже пукает, тоже не копал бы, да? Не разделяет, почему? Разделяет, 690 пока. Сигнал-то один идёт, не разделяет. Ну, ты бы всё равно хрен бы копал, верно? Ну, спорный, спорный. Да, если знаешь, что там клад... Будет разделять? Если знаешь, да. Потому что разделение копало. Ну, так, да, с этой стороны, если пойдёшь к кладу с этой стороны, ты её откопаешь. Ну, а меня, Виш, у меня с любой стороны. Ну, а твой тоже обосрался. Да, да, да. Не, не, я просто говорю, на мультике, да, базара нет. Так, взял. Железко пропукал. Ты вот с этой стороны давай. А, слушай, надо было, я железо убрал вообще. Поэтому не показываю. А у тебя эта маска наложена, ты? И я его забрал, понял тогда, да? Я проверил, потому что, конечно, это на все забрал. Ну, если крутиться вокруг клада, вот так вот. А, вокруг клада, ты идёшь, вот, я иду маска. Да. Я его взял, и потом его проверил. Хрюкань какой-то, давай ещё раз помахай. Вот идёшь ты, блин. Идёшь, махаешь. Десяточный компьютер его. И потом нет, наверное. Ну, ладно, всё, всё, доказал, да, доказал. Чё, квазар? Да хрен, квазар не возьмёт. С другой стороны. Ну, так он возьмёт. Так, да. Так возьмёт. Теперь делал, хорошо. А так не возьмёт. А сейчас всех? Ну, всё, микро-микро-тест ребята сделали. А, терк, терк ещё хочется. А вот так его лучше, видишь? Да ладно, по звуку хрен пойми, чё там. Сейчас все тут включились. Тёрочка. Так, взял. Там 45, здесь 48. Ну, а ещё хуже стал, тут прыгать, а нет, чем 48. А с этой стороны давай. Копал бы, Серёж? Ну, я думаю, прицелился. Ну, короче, знаешь, смотри, когда быстро прошёл, минус 9 показывает. Ну, пропустил бы, да, Серёж? О, край. В общем, неоднозначно, ни один прибор не показал хороший результат. Я бы хочу сказать, везде спорные сигналы. Стоит ли копать в такой клад, неизвестно. Но, как говорится, копает не прибор, а человек. Так что копайте все сигналы. Частота какая стоит? Четвёртая? Четвёртая. Я же попалялся в четвёртый хожу. С этим на шурфе будет мультик стал. Ладно, погнали копать в наши клады. Итак, ребята, чересчур я, наверное, как говорится, прокритиковал. Ваниш, клад лежит. Ребята, я бы, конечно, не копал, но и он его, конечно, видит. Показывает 21, это сигнал алюминия. Я бы не копал, ни в коем случае. Если, конечно, в чистом поле, когда сигналов нету, и вдруг такое проскакивает, то, может быть, я и копнул бы. Но в данных условиях копаем на деревне, где много мусора, я бы не копал. Вот так вот, ребята, звонишь. Красотень. Ветерок. Прохлада, солнышка нету, вообще зачёт. И первая сегодня находка, ребята. Сигнал, конечно, был невзрачный. Пробочный сигнал на Ванише показывал 20-21. Прыгал немножко. И выпала вот такая деньга. Это достаточно бодрая, хочу вам сказать. 1750 год. Хороший. Это Елизавета. Елизавета. Неплохой такой, неплохой. Ну, с почином. Очень приятно, когда первый на копе попадается медный царь. Вернее, царица. Зачёт. У нас, камрады, подъехали с Тольятти. Вот один там, один там. И вон девушка у нас копает. То есть сегодня у нас не без девчат. А вон там старая команда моя. Михалыч, Диман Юданов, Диман с Тольятти. Вот они приехали вчера и ждали сегодня нас. Ладно, хорошо. Травка поднялась уже. Писью не щекочет. Но всё равно уже неприятно. Неприятно. Вон камрад ходит. Вон камрад ходит. Кругом нашей человеке. Чуть позже вон туда мы отправимся, к речке. Ну, а пока ладно. Пока так. Пока так. Пойдёт. Пойдёт. Первая старая монета. Итак, ребят, можно поздравить камрада, который приехал к нам с Тольятти. А вот с такой вот верховой. 24-й год. Хочу сказать, сохран-то хороший. Трёшка 24-й. Бодрая. Окислов нету. Зачётная монета. Своих денег точно после чистки будет стоить. Вот реально. Сколько она сейчас я вам показываю, столько она реально будет стоить. Хорошая монета. Поздравляю. 400 рублей, если не ошибаюсь. Прикольно. Держи. С первым месяцем, да? Да. Счёт. 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 Комни. Кончил. Ладно. Вон ещё одна. Ребят, машина. Но она не с нами. Приехал тоже с Самары, Камрад. Дача у него в ближайшем населённом пункте. Вот. Так что познакомились. Тоже есть находки верховые. У него американец. Технологс какой-то там. Вот. Так что тоже копает верховые. Ребят, вернулся. Заснять пятачок. Да-да, ребят, пятачок. 1876 год. Для своего года, я считаю, что неплохой. Почти мой одногодний. Почти двух и одногодний. Разница только в сто лет, да? Вот такой пятачок Александровский. Зачёт, зачёт. Причём котлованчик маленький. И это уже третья монета из этого котлована. С одного места. Да, тёрочка. Тёрка рулит. Да пошёл ты. Тёрка рулит. Тёрка, блядь, древний век, старый век. Ну-ну-ну. Сейчас рулит Ваня, с ёшки. Ну не на фундах. А по верхам. Вот с этого места пока как-то вот так вот. Неплохо. Я считаю, смотрите, ямка-то всего где-то. Даже метра на метр нет. Я думаю, фундамент будет зачётный. А у товарища пока... Пойдёт. Ребят, подъехали ещё камрады. Кучка целая. Там камрады. И камрад вкуснях вот копал. Трёшка кричит. А год, смотрите, какой. Ребят, двадцать седьмой год. Трёшечка. И это дорогая монета. Вы уже знаете ценник. Дзинь-дзинь. Ну, сохран, конечно, удручающий. Вон приехала. Паша приехал в Казани. Надо будет сейчас идти встречать. Ладно, пошёл я. Ребята, красотища. Камрад там. Раз, камрад. Два, камрад. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Камрадов. Я хожу по верхам. И вот она. Не знаю, по размеру. Копеечка. Николая, наверное. Хотя... Хотя, не знаю. А, две копейки. Две копейки Николаевские. Тысяча восемьсот... Тысяча восемьсот какой-то год. Сказать точно не могу. Нахожусь в перчатках. Камера тоже у меня в перчатках. Приблизить не могу. Но факт есть факт. Вот верховая. Пацаны кругом шурфят. Мы от своего лагеря ушли. Вон тот вон. Кустик. И мы сюда пришли. Потому что здесь вкусняшек много. Вон иду сейчас вот к этой делегации. Посмотрю, что у них... Посмотрю, что у них на шурфе находится. Потом к тем подойду. Тоже засниму. Так что, я думаю, будет сегодня очень интересно и весело. Ждем основную делегацию. Чуть позже к вечеру приедут. Итак, ребята, тут кричали. Именно Паша с Казани. Говорит, иди лопатой ушатай Кирюху. Кирюха поднял по нету. Достаточно интересную. Но интересную в чем? В том, что... Давай, показывай, ёшкин кот. Сейчас лопату я свою не взял. Наверное, воспользуюсь. Ну-ка, давай. Не надо мне это сердце портить. Ребят, смотрите, какой шикарный сохран. Смотрите, какой шикарный сохран. Орел. Это низкопрофильный. Проблема только вот тут. Ёш твоя налево. Ребята, смотрите, как ее трахнуло. Вы только посмотрите. Ну, ничего страшного, ребят, ничего страшного. Я лучшего результата с охраной пятака. Я лучшего тоже не видел. С охраной не видел. Вот вы только посмотрите. Низкопрофильный пятачок. 1863 года. ЕМовский. С охран, смотрите, я даже вот так вот преподнесу, чтобы вы видели. Смотрите, какой профиль. Вот что перебивал. Да иди-то с вами. Перебивал, а рядом лежал. Да, я не думал даже, что монет. Честно говоря, просто сам неси на сигнал. Ну, блин, Кирюх, пятак, вообще огонь. Я вот лучше пятака еще за все время копа не видел. Смотрите, какой пятак. Какой вообще. Вообще низкопрофильный пятак, ребят, смотрите, а. Да вообще огонь. Я думаю, Кирюха сегодня это, не зря приехал с Казани, да? Кирюх, зря. Не зря, да? Не зря. Пальчик, пальчик вверху, да? Красавчик, красавчик. Так, ребят, придется ему это проставляться. Проставляться, потому что здесь ходили, переходили кучи комрадов, а он дернул пятачок, ребята, пятачок. Что за прибор-то? Ну-ка, рассказывай. Квазар РМ, ешь твои налево. Ребят, квазар, твою дивизию. Я слышал в интернете со снайперкой, да? Квазар. Ничего себе, вот это, да? Вон, видите, рядышком идет 800-й веник, а квазар поднимает пятаки. Костяныч, тебе не стыдно, Костяныч? А я вообще-то туда не зашел. Да какая разница, ты прошел там же, где и он, ешькин кот. Квазар. Прошел. Если бы он меня зацепил, он бы зацепил. Квазар, Костяныч. Ниже был. Ниже был, ну ладно, ладно. Простительно, ешькин, но, блин, а я лопату свою не воткнул. Где вот теперь мой прибор находится? Ешь твои налево. Где-то там. Итак, ребят, подхожу на шурф добрых камрадов. В основном терочки. Ну и здесь Дуська есть. Дуся, Дуся. Почему Дуся? Ну, потому что девушка. Девушка Дуся. Так, рассказывай, что здесь у нас интересного есть вообще. Копеечка у тебя какая была, 24-й? Да. Ты еще скажи, 25-й есть. 24-й, 24-й. Так, копеечка, ребят. 24-й. Ну, сохранчик, в принципе, ну, не дорно. Не дорно, не дорно. Смотрите, какой. Бутылочки. Бутылочки, мне интересно, только с надписями. Надписями там с гербом. Да, да ладно. Но она, это, морозом коцаная. Ох, 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 ребята. Ух ты, смотрите, какая бутылка, ребята. Царская символика. Внизу надпись. Брон. Брокер. Брокер. Брокер ЭК или что такое? Брокер даже. Или брокер. Ничего себе. Но она, ребята, морозом покоцаная. Ее сдавила и вся в трещинах. Ну, такая бутылочка ничего интересного из себя не представляет. Только историческая, может быть, ценность. Но в плане продажи и денег, я думаю, нет, ребята. 100-200 рублей максимум. Вот шурф. Здесь пацаны разработали. Нормальный шурф такой. Смотрите. Неглубокий. Всего на полтора штыка лопаты. Вот. И по находкам. Увидишь, наверное, надо вторая. Я вижу, что одна вторая. Лишь бы зрители увидели. 1897 год. Ну, я хочу сказать, не рядовая. Обычные рядовые. 99-й год. Вот. А это 97-й год. По цене я не знаю, но вы уже, наверное, знаете. Дзинь. Дзинь. Вот. Пароходы я тоже показал этой монетой. Дальше. Что у нас тут интересное. Пятак я уже показывал. Трешку показывал. Двушка, да? Не, копейка. Копейка Николаевская. Ну, в принципе, неплохой сохран. Хорош. Я думаю, почистится, будет хороший. По советам, конечно, говно. 27-й и 31-й две штуки. Да, ну, вот вроде дорогая. Да, ребята, дорогая монета. Трешка 27-го года. Ну, на ней окислы. И будут язвы после чистки. То есть, стоимость данной монеты из себя ничего не представляет. Но вот бутылочка. Ох, какая. Еще одна бутылочка. Прям просто красивая. Очень красивая. То, что, я не знаю, это, блин, заводской такой дефект или что? Скорее всего, внутри, говорят, корешки погонили. А, корешки, то есть, окисел пошел, да? Да, окисел. Говорят, что стекло ржавеет. Михалыч подъезжал смотрел. Михалыч уехал, к сожалению. Я хотел вам мастер-класс по шуфу показать от Михалыча. Ну, ладно. Уехал, уехал, ну и хрен с ним. Вот, бутылочка хорошая, хорошая. Вот, это микстура. Ну, в принципе, неплохо. Это петлица. Это от старой бутылочки горлышко. Зачет. Так, что у нас? Дуси подняла. Рассказывай. Сейчас, наверное, хоп, выложить, да? Нет, там у нас там. Да нет, там у нас там. Попробуем меньше копейки. Все деметром меньше копейки. Ну, Диос отличается этим. Так, а здесь, ребята, ну, смотрите. Все то, что не поднимает остальные приборы, Дуси цепляет. Это у нас пятачок 46-го. Это, наверное, двушечка, да? Колокольчик. Обломок. Ну, интересный. Так, это шурфа. Сразу видно бусина. Это у нас пуговка-гирька лысая, к сожалению. Ну, и конинка. Ребят, вот чем хороша Дуся, ребята. Она цепляет там, где остальные приборы просто могут пройти мимо. Так, что это такое? Так что, Дуся, я, конечно, ее критикую, потому что ее хочется иногда просто загнуть под, я не знаю, под березку. Просто-напросто. Но Дуся ищет там, где другие приборы не в силе найти мелочи. Вот, так что, я только хочу сказать, что кто-то хочет, если приобрести Дусю, выбор ваш правильный. Так, это у нас Патриот Белый, который из Тольятти. Сейчас пройдемся туда, куда разбежались пацаны. А, они разбежались уже. Ладно, вот, товарищи из Самары. Павлушку поймали. Павла. Павла? Павлушку. Ну, красавцы. От лагеря мы отошли. Вон оттуда, вон, ребят. Ну, наверное, ну, примерно 700 метров. И вот здесь вот у нас вот закладывают пацаны шурфы. Ну, не только пацаны. Тут и девчонки с Дуси крякают. Да-да, крякают. Кря-кря. Кря-кря. Ну, там вот прям вкусняхи. Там были вкусняхи. Прям пятачок только что вам показывал. Идеальный. Ну, Камрад, рокожоп, понят, засадил. Классно. Так, что у нас тут? Галяк? Да. Костички. Тарелочки. Самое хорошо, что пацаны шурфят, то, что особых ям нету. То есть, они за собой, видите, да, закапывают. Там прозвонили, за собой засыпали, и получается вот такая вот. Никакой ямы не получается. Горка получается? Да, горочка небольшая, а самое главное, ям нет. Зачет. Продолжаем ходить, но мы ходим по верхам. Шурфить мы, наверное, будем вечерком. Вечерком. Итак, ребят, продолжаем свой коп, но некоторые люди, некоторые камрады спешат домой, решат дела. В данный случай у нас Атом Копа, Виталий Колодежников, если кто не знает, наш модератор, откопал сегодня. Не густо, но и не пусто. Еще три копейки забыл принести. 31-й год. Не знаю, разновид, мы пытались что-то разглядеть, но он у нас немножко такой в окислых, не знаю, может быть, разновидность. Но порадовал то, что он домой сегодня едет с серебром. Это 20 копеек серебряные. Так что, с серебром едет у нас Виталий. Некоторые комрады гоняют по полям, тоже сейчас едут в соседнюю деревню ковыряться. Ну, а с Виталием мы попрощаемся. Виталий, спасибо за коп. Пока-пока. Спасибо вам. Кстати, я покажу то, что он сегодня нам предоставил для дальнейшей. Грубо говоря, может быть и для сенсации. В ближайшее время скоро, может быть, в этих полях мы кое-что прикопаем. Да, Виталий? Да. Прикопаем. Прикопаем. Обязательно. Все, давайте, я вам обязательно покажу, что же он нам предоставил. Я все говорю, 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 но грядет тот момент, где прикопаем несколько килограмм. Несколько килограмм монет. А что именно, может быть, вы видите. Ладно, Виталь, все, пока. Давай. Спасибо за коп, Виталь. Нет, давай. Итак, ребят, только что попрощался с атомом копа, с нашим модератором, показывал двушку, ой, двадцатку серебряную. И вы знаете, первый, какой я начал сигнал копать, вот он лежит. Кто-то шурфил здесь, причем сегодня. И был сигнал, и выпала серебряная пятнашка. двадцать, двадцать, двадцать третий год. Смотрите, хорошая, хорошая темная патина. Зачет. Что, с почином? Первое сегодня у меня серебро, и это классно, классно. Некоторые комрады на двух машинах уехали в соседнюю деревню, вот, говорят, здесь что-то не прет. Ну, как вы видите, у нас вроде как у нас прет. Ладно, с почином. Вот такая вот серебрушечка пятнадцать копеек выпала. Грубо говоря, верховая. Зацепился. Причем копки здесь были. Я продолжу копок, и выпала. Зачет. Забираем. Класс. Итак, ребят, вышел я только что вот из этого лесочка. Там фундамент битый, прямо отчетливо видно очертания дома. Но он шурфленый. Но все равно на засыпке я поднял медно-никелевую двадцатку с сорок второго года. И вот двигался, вот видите, до следы. Двигался я в направлении по идее нового фундамента. Видите, да, очертания. Трава выше, чем рядышком находится. Цвет травы совсем другой. И дальше там тоже фундамент. Вот. И здесь вот должен быть и очередной фундамент. Судя по капкам, которые сделаны, раз капок, два капок, это не столь давно. И здесь вот был отчетливый сигнал, не знаю, что за монета, но это кругляшок, это точно. я его долго гонял, долго гонял. Что это у нас? Это у нас пролетариаты всех стран, соединяйтесь, три копейки 24-го года. Хорош. Хорош, долго я его гонял, он то пропал, походу, бабальчиком поднялся, и я его не видел. Но я продолжал его копать, 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 в итоге вот выпал вот такой зачетный монитос. 24-й год, 3 копейки, 400 рублей, если память не ошибается. Вот, сохран, я вижу, ну, неплохой, неплохой, недурный. Так что, ладно, что-то пацаны рассосались, наверное, в лагерь пошли, что ли. Время уже подходит к завершению как бы дневного копа. Будет еще ночной, обязательно. Песня под гитару. Вот, мы пока, вот, улица проходила вот, видите, да, на той стороне тоже фундамент раз, фундамент два, три, четыре, эти два ковыренные, эти два нетронутые, последующие тоже два вроде как нетронутые. И перспектива имеется, судя по монете, которую я только что отыскал. Хорошо, хорошо, продолжаем. Есть, есть монеты. Итак, ребят, только что в этой ямке, здесь вот, да, по-моему, здесь трешка была, два четвертой, и следующий вон сигнал достаточно, ну, для, я считаю, что глубокий сигнал, потому что травка уже сантиметров двадцать пять, и четкий был сигнал. И я хочу это в онлайне снять, ребята. О, да, вот она, красавица. Что за монета? Копеечка царская, ребят, копеечка царская, николаевский образец, год. К сожалению, пока сказать не могу, не хочу тереть сильно, но это отчетливо видно, копейка, копейка, тысяча восемьсот какой-то год, да, тысяча восемьсот шестьдесят какой-то, вот такая копеечка. Интересный фундамент, интересный, здесь двадцать четвертый, здесь царизм шестьдесят какой-то. Пойдет, я думаю, сейчас здесь надо это повнимательнее походить и покопать все цветные сигналы, а здесь их предостаточно, ну и копков, конечно, предостаточно, вон, 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 короче, много, но он не шерфленый. Ребят, прошло несколько секунд, раз ямка, два ямка и все монеты, здесь тоже, ребят, сигнальчик попадается здесь где-то, я видел, кованые гвозди, но вот здесь что-то сигналит, вот здесь вот, в этом камушке, ребят, нет чего-нибудь? Что-то здесь, бля, ребят, это здоровое цветное кольцо, конина латунная, здоровая, из-за этого она, ай, как мелодично, как будто крупная царская, ну ладно, ну ладно, заберем, и так, ребят, зацепился я за фундамент, на котором вчера я сделал верховые три находки, и вот еще одна была глубоко, ай, вот, крупная, что-то, какая-то монета, жалко, затертая, это на спитак, 1875 год, вот такая затертая монета, ну, крупная медь, всегда приятно, пацанами, я тоже задачу поставил, пройтись по фундаментам, какие фундаменты начнут давать обильное количество монет, будем бросаться, ну, не знаю, обильно нет, вот, это у меня первая находка с этого фундамента, на шурфе, вот, так что пойдет, пока рано еще, пацанов звать, сейчас я немножко покопаю, будет обилие, тогда кинемся на него, ну, что, ребят, продолжаю, две монетки поднял, еще две копейки царей и две копейки советов, совет я разглядел в 28-й год, жалко, не 27-й, и царик, 99-й год, ну, достаточно бодрый, провел я по нему и сразу чистая медь проглядывается, но в целом монета хорошая, бодрая, пойдет, итак, ребята, решил вам запечатлеть вот такую вот вещь, зачетная, это бирочка, бирка фабрики Комаровых, если кто не знает, что это такое, всю информацию сейчас вам приложу, это валеный завод, история данной вещи очень интересная, и как вы видите, сверху большое количество вот таких вот медалей, это медали, это ихние титулы, на различных выставках, ярмарках, они их зарабатывали, вот, фабрика Комаровых, вещь зачетная, вот, с этой стороны, давайте, я вам лучше покажу, вы видите, товарищества, братьев Комаровых, вообще, чин-чин, классная находка, ну, а вам приятного просмотра, история, данной находки, ну, что, ребята, многие не знают о этих братьях совсем ничего, и вы, так же, как и я, можете найти такой жетон, шильдик, бирка, можно называть его по-разному, и хочу вас ознакомить с этой находкой, поближе, торговый дом братьев Комаровых, свое дело, предприимчивые братья, Николай и Сергей, начали в 1867 году, с пошива, курочной обуви, в мастерских, открытых в помещениях двора, их родового дома, сохранивший не поныне, скупая шерсть у местного населения, изготавливали до 600 пар валенок в день, в свое время фирма удостоилась медалью Парижской и Лепецкой, а также Российских торговых ярмарок, в 1917, после революции, хозяин Николай Комаров передал фабрику представителям новой власти, в годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945, фабрика дала фронту 1 млн 562 928 пар валенок, кроме того, отреставрировали более 6 млн пар, в 70-е продолжается процесс механизации производства, в результате проделанной работы фабрика стала одним из ведущих предприятий валена войлочного производства, фабрика выпускает продукцию и в наши дни, надеюсь было интересно, Ребят, здесь железо встречается, железо я выбрасываю туда вон, но такая вот железочка еще появилась, вот сверху, знаете, вот сверху выкопал, думал, кусок железа, но когда перевернул, появилась вот такая замочная скважина, стало любопытно, что это такое, и потер, здесь информация, надпись сберегательной книжки, сберегательной книжки, вот нижняя нарус большая, смотрите, сберегательные книжки, а чуть выше, что-то ни, каждую свободную копейку, во, почищу, почитаю, что это такое, вещь интересная, забавная, если что-то найду информацию по ней, я вам тоже приложу, потому что вещь очень интересная, какой-то замок, может, сберегательная, какая-то, не знаю, что это такое, сундук, ларец, замок, не знаю, видите, скважина от ключа, любопытно, любопытно, фундамент я свой потихоньку прикопал, в этой стороне находок вообще не было, пацаны попытались там поковырять, тоже ничего не было, и я долго на таких фундаментах не задерживаюсь, так что, ладно, приятная вещица, узнаем вместе с вами, что это такое, а если вы знаете, то пишите в комментарии, будет проще подтвердить свою информацию, ладно, идем на другой фундамент, где пацаны ночью шурфили, а в руки мне попал очень интересный предмет, жаль, что с утратами, а данная вещь, это боковая крышка, от агенционной копилки, Советского Союза, вещь интересная, и достойная отдельного видео, которое скоро вам предоставлю, согласно рекламному плакату, эта копилка с 1927 года, так что ждите, скоро это видео выйдет в наши старые рубрики, находка с историей, ребят, подошел вот к амрадам, сидят они тоже, отдыхают, и смотрите, какую красоту я вам сейчас покажу, нечастую вещь, я в руках такой держу, блин, красотища, она походу посеребренная была, и что здесь за инициалы, пацаны, А, А, да, да, вижу инициалы, А, один, Александр первый, и Николай второй, вообще огонь, блин, информацию тоже постараюсь найти, и приложить, ну, пацаны говорят, что 1811, 1911, сто лет чему-то, возможно, какое-то заведение, но если А1, А2, это может как-то связано именно с императорами, блин, вещи вообще, жалко, без всего, крепежей нету, путинки нету, ну, на плану будет шикарно, вообще класс, 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 А в руки мне попал полковой знак, 189-й пехотно-измаэльского полка, сформированный 26 августа 1874 года, как одесский пехотный батальон, дислокация Одесса, позднее Самара, участвовала в Первой мировой войне, во многих сражениях, а сейчас возвращаемся, и ищем свой полковой знак, ток. Ребят, хотели закругляться на пасашок, у Паши там перстень выпал обломанный, у меня на пасашок выпал вот такой вот, мы поняли, что это пятак, но, к сожалению, утраченный, такой, знаете, и окислый, и пожар, чего только не было, и решил еще одну прозвонить, в сторону, куда я нас засыпочку делал, и выпало, я потер, датировал, ну, как датирую, номинал по размеру 15 копеек, царские серебряные, вот, так что я думаю, на пасашок откладывается еще минут на 15, вот, поковыряемся еще минут 15, и тогда выдвинемся в лагерь, на речку, Паши уже пора собираться, Кирюхи тоже, дорога у них долгая, вот, и надо будет попрощаться с ними, вот, ну, пока пасашок, наверное, еще минут на 15, вот, за один выброс, две монеты, пойдет, пойдет, и так, ребят, на пасашок, на пасашок, ребят, смотрите, что выпало, два кольца, и они серебряные оба, мы сейчас столько, что с пацанами, делегация собралась, а у Паша, Кирилл, и Евгений, мы потерли, и это серебро, ребят, видите, да, блестит, серебро, Паша говорит, все мы правильно делаем, но не до конца, короче, они шурфили, вот так вот, ребят, Паша начал поглубже шурфить, а я вообще до материка шурфлю, и у меня вот находки идут, 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 так что, я думаю, Паша будет иметь ввиду на будущее, что, ну, шурфить, глубже до материка, а не просто наш токлопатой, вот, два кольца, заготовки, походу, здесь мастер, был по заготовкам колец, делал колечки, видите, серебро, блестит, вот, и керамики здесь полно, причем, не керамика, а хрусталь, Кирюха сразу прибор достал, пошел, пошел, да, Паша шок был, все, мы сейчас, ребята, идем на речку, присоединяйтесь к нам, сейчас пойдем, призвимся, как пацаны, мелкие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и так, пришло время попрощаться с Казанью, сейчас мы, как вы видели, искупались, освежили, пацаны в восторге от такой ледяной воды, вот, и сейчас у Казани возьму небольшое интервью, узнаем, как их наши самарские просторы, как наш коллектив, в общем, узнаем все подробно, а вы будете решать, стоит к нам приезжать в гости или нет, где у нас первый камрад, вон они разглядывают находки, которые сейчас я вам покажу, что они отыскали, пацаны, что скажете про мероприятие, все вообще замечательно, еще приедем обязательно, ребята, еще к нам приедут, ну, давайте не будем титьки мять, и, как говорится, кота за ФДЖ тянуть, покажу по находкам, ребята, ну, в принципе, что хочу сказать, ну, банально, в принципе, Кирюха, Кирилл, откопал вот такой, я считаю, шикарнейший, просто шикарнейший, не сильно коцнул, но все-таки есть небольшие недочеты, я думаю, почистит, запатинирует, будет вообще классно, смотрите, какой орел, вообще, низкопрофильный пятак, не часто такой найдешь, вот, это вот у Кирилла самое, что интересно, ну, советики, советики, двушки, даже пуговка гирька, или оплавыш, в общем, капанул так себе, но вот этот вкусняха, вообще бомба, так, что у Паши тут интересно, так, это у нас пуговка орляночка, крестик, обломок перстня, колечки, советики, советики, 31 пятачок, еще один пятачок, тоже 31, по царям, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь царей, отметить можно пятачок 24 года, почиститься будет хороший, и это, к сожалению, датировать невозможно, но размером, так, Александр Николаевского формата, точно, точно, мы же тогда ночью, такой же, да, это такой же, в таком же состоянии, как у тебя, вот, копеечка, серебром, царские копеечки, и вот такая, ребята, вроде как вкусная, да, вы подумайте, вкусная, вкусная, да, год хороший, одна, вторая копейки, ну, когда переворачиваешь, ай, блин, А2, я впервые вижу игровую монету, вот, такого маленького размера, полкопейки, не часто, я даже впервые такую монету вижу, игровую, ну, как-то так, как-то так, Паш, рассказывай, как тебе? Нас очень хорошо встретили, хотим сказать, от, вообще, от всех казанских амрадов, большое спасибо, Самаре, каналу 63 Рос, мы замечательно провели время, было замечательно, много времени для общения, покопали совместно, пообщались, приготовили плов, покушали, просто замечательно, в конце нас привезли искупаться, замечательная речка, если бы, к сожалению, наша работа, которая с понедельника по пятницу, мы бы, наверное, здесь остались, может на день, может на два, может на три, я знаю точно одно, что мы приедем еще, спасибо, спасибо, Кирюх, спасибо, ой, Паша, Кирюх, ты что хочешь сказать, он как бы скромный, но тоже бородатый, скромный, да, что хочешь сказать, понравился, давно хотели, еще приедешь, обязательно, красавчик, молодец, пятак, а может, ты отыскал, красавчик, еще кого-нибудь привезем, еще кого-нибудь, конкурентов себе, хочешь взять, да, а вдруг они все, выкопают твои вкусные, и пятаки выкопают, да, 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 вот такой вот, ребят, купомобиль, зачетный, танк, есть танк, сейчас у нас такой нюанс был, вот эта хабарница, была набита, вот этими находками, и она у нас, ребята, на крыше ехала, сколько километра, наверное, ну, два, мы еще там крюк дали, да, по полям, по лесам, представляете, мы сейчас всю машину перевернули, а Кирюха говорит, а ты ее на крыше оставлял, мы хлоп, смотрим, а она действительно на крыше, но повезло, повезло, что кому-то вот так, вот этот подарок, кому-то не достался, да, а так, в целом, все, пацаны, спасибо, до следующих встреч, обязательно, вперед, удачи, все, Казань, Казань с нами прощается, живые дороги, путь недолгий, ну, а мы поедем, в наш, в наш лагерь, вот в этих кустиках, наш лагерь, и так, ребят, на пассажок опять, мы после речки пришли на шурф, сигналы отвратительные, очень много оплавышей, вот, и Евгений у нас вот такой котлован вырвал, целую братскую могилу, и вот, наконец-то у него запищал, очень красиво, я ему сразу говорю, это монета, медь или серебро, и вот она, ребят, вот она, монета среднего размера, 1800 какой-то год, две копейки, Александровского образца, низкопрофильная двушка, так что, Евгению можно поздравить с почином, первый раз он на шурфе, и, все-таки монетку откопал, не знаю, почиститься нет, но факт есть, факт, откопал, медь, медь, хорошо, и так, ребят, мы в лагере перекусили, бурдомашку прозвали, Женькину стряплю, супчик вообще классный получился, слышите разговор, бывает такое, что когда мы копаем, к нам подъезжают местные, это уже не в первый раз, и вот сегодня тот случай, наш лагерь находится именно на доме, данного товарища, представляете, вот, наш лагерь стоит именно здесь, и вот он подъехал, с нами поздоровался, холодным компотиком нас угостил, ну и сейчас душевная беседа, вот, раньше нам говорили, что там дальше школа, нет, это была не школа, это был его гараж, вот, так что информация, вот, вон, видите, вот, товарищ, вот, дедушка, компотик, вкусняшка, кое-как мне достался, всю иришку выпил, вот, так что ладно, итак, ребят, пришло время с вами прощаться, время подходит к самому завершению, солнышко садится за горизонт, и будем, да, находки выкладывать, сейчас находки покажу, именно, Костяныча, потом находки мои, вот, но остальные комрады приехали у нас просто отдыхать, вот, отдохнули на славу, было очень весело, приятно, с многими познакомились, люди адекватные, в общем, все довольны, ну, а сейчас давайте находки Костяна, ребят, находки Костяна, Кость сегодня отличился двумя прям шедеврами, это вот, пять копеек, кольцевик, 1800, какой, восьмой, восьмой год, я надеюсь, что после чистки он будет бодрый, ну, сейчас вот, тяжело, страшно на нее смотреть, конечно, но там проглядывается, достаточно хороший рельеф, дальше, еще одна интересная находка, это была находка на пассажок, пока шли, и вот он, верховой цепанул, зачетно, дальше, ты шурфа, вот это вот, дрянь собрал, ну, у меня тоже в основном все верховое, вот, сережечка, серебро, так, это что, цветной мед, что ли? ничего себе, ну, в принципе, вот так вот, у нас откопал сегодня костяныч, нормально, пошлите теперь, мои находки смотрите, ну, а теперь, мои находки, зачетная, вещь, информацию вы знаете, вещь, информацию знаете, вот такая вот, по монетам, по монетам, два пятака, Николаевского образца, самое, что старое, это деньга, 1750, трешка, 24, двушка царская, двушка царская, копейка царская, по советам вот так, двадцатка 42-го, двушка, и копейки ранее, вот, по шмурдяку, конинки, как обычно, ну, и самое приятное, ребят, из шурфа выпала, вот такая связка, серебряных колец, на одном из них, разглядели пробу, дальше, 15 копеек, 23-й год, достаточно бодрый, приятный, затем, вот такая пятнашечка, 23-й год, и царская пятнашечка, погорелец, вот, и теперь, ребята, самое интересное, то, что сегодня, у меня изобилие подарков, на день, на день погранца, ребята, на день погранца, у меня, третья, вторая степень, а это, советский союз, второй степени, зачетно, дальше, кинг у нас тоже, без вкусняшки, не обошелся, кингу, вот такую кость, с Казани прислали, также были, следующие подарки, здесь, несколько, я не знаю, несколько, наверное, монет, разные, в основном, преобладают, шестьдесят первые, и шестьдесят второго года, вот такие, ну, как вы видите, здесь и встречаются, щитовики, рамочники, вот такого характера, пятьдесятые года, пятьдесятые года, дальше, еще одна партия, вот таких вот, зачетных, приятных монет, целая стопка, чечные, рамочники, щитовики, много, коветчики, желтенькие, пятачки, трешки, достаточно много, много, здесь вот, двушки, копейки, и там серебро, дальше, самое, что интересно, ребят, здесь, наверное, сотню, монет точно есть, сотни, сотни тут монет, разного сохрана, есть шедевры, а есть, которые нужно еще, приложить усилия, чтобы привести их в порядок, но в целом, монетки, вот такие вот, хорошие, бодрые, так что, ребята, скоро, вы получите, приятные монетки, в своей коллекции, эти монеты будут разыгрываться, кот в мешке, так что, приятного розыгрыша, Субтитры сделал DimaTorzok